доброе утро из пардесханских зарослей приехала в центр такая прекрасная погода сегодня и зелень зелень цветочки желтенькие ну что пойдем с вами у бабуш кафе до пардесхане тоже открылся вагончик все той же семьи бабуш кафе хочу посмотреть как они там даже сашуля со мной на кофе идет вот они находятся бабуш кафе он не будет он будет пироженку интересно как во дворе а где тут найти что прям через отсюда подожди не наверное тут тропинкой отколем 131 в пардесхане такие есть местечки закоулочки которые надо искать смотрите как живописно хозяйка говорит прежде чем вы зайдете в кафе вам надо зайти в магазин галерею сашка мы с тобой еще в музей попали тут музыка попортит мне все видео это они все продают да какое все прикольно слушай давай на второй этаж зайдем посмотрим она сказал ну да она говорит поднимайтесь на второй этаж о слушай я говорила как раз что нам салон надо какая-то красивая как тебе это пузатой сегодня а как класс смотри какое местечко милаш но я же говорю что это только в пардесхане можно такие злачные местечки по находить запомнили адрес от калим 131 пардесхана они конечно же цены не выставляют не показывают то есть все надо спрашивать ну конечно я не поклонник всего такого я не знаю но очень красиво смотрится очень мило да даже чуть ли как кореяночка какая никогда в жизни не угадаете что это туалет обзор кухни вы видели такую кухню у мужа скоро заседание мы тут кухни снимаем что там написано короче не смотри на пузо смотри на стиль очень красиво а вот и добрались до вагончика смотрите это во дворе тут так уютно классно вагончик с этими с бабушками то что бабушка что на иврите это мадрешка моя же я на самом деле очень такое милый дворик интересно что там можно выглянуть и пока еще не жарко то тут в тени деревьев очень приятно посидеть попить кофейку или шок а кому что рядом с лимончиком погода такая прекрасная скажите разве может быть утро прекраснее шок детский напиток алла сегодня пьет шок а муж поправляются на здоровье сошли какие цветочки рядом они же в самом центре находятся за банком и уме а масса от называется место и вот тут дальше там банка полим почта в общем а здесь тоже есть много таких магазинчиков и детские куда я заходила как-то вот вот это да там тоже классные вещи для детишек ручной работы да и вон трусы по 10 шекелей тут еще есть маме купить маме бикини муж идет женой а за маму все думает вот такое у нас красивое село пардесхана с бешеными ценами сейчас некоторые наши подписчики подумают а чё это мы так разгулялись сегодня ну некоторые наши подписчики все потому что мы получили пенсию свекрови и гуляем по полной некоторые именно так представляют наш семейный бюджет только на этом и держимся да да так что все идем дела делать следующее занятие менее гламурное забираю машину из гаража делали типуль уходовый такую процедуру а также починили почипники колесах задних оказывается этот шум был из-за них мне говорила несколько людей что это в этом проблема ну наконец-то очень надеюсь что теперь она не гудит как трактор проверяем вместе ну пока что да таки едет тише я очень рада то невыносимо было уже записывать видео в этой шумящей машине давненько не была в геватольге приехала сейчас посмотреть тут одну квартиру которая находится в домике в принципе старенько но при этом сама квартирка должна быть ок вот там где высокое здание экрана тоже там пляж за ними так что к морю очень близко как раз весна лето пляжный сезон кто ищет у моря что-то недорогое наверное для него это может подойти так ищу номер и буду показывать вам нашла квартира находится вот там где тот балкончик где крыша второй этаж получается смотрите как тут интересно настроили боже тут столько незаконных построек люди понастраивали себя сами но то что я смотрю все законно и легально квартирка полноценная даже неделенка и так я попала в квартиру стою у двери и сделаю вам обзор этой квартиры а также расскажу о таком типе квартир так что мы видим есть у нас кухня которая немножко так вот отделена от салона есть кондиционер несколько окон и тут у нас находится салон люди сделали здесь балкон я считаю это правильное решение он конечно накрытые он совсем маленький но в принципе почему бы и нет есть возможность подышать свежим воздухом развесить стирку дома абсолютно такие же как мы видим здесь такой же дом и этот такое жилье в таких домах часто выкупает амидар амидар это такая организация которая помогает социальным жильем и вот в этом случае также это была квартира полученная от амидара для пожилой пары но у пары спустя 7 лет появляется возможность выкупить эту квартиру то есть вначале они платят фиксированный маленький платеж а потом они могут выкупить это жилье по льготной цене по той цене по которой амидар покупал у кого-то и это всегда значительно ниже рыночной поэтому такие квартиры всегда выгодно выкупить если есть возможность и вот люди это сделали сделали здесь косметику вот тут санузел очень даже приличный как для дешевой квартиры душевая унитаз здесь еще одна комнатка есть то есть есть отдельная спаленка два окна небольшие но они есть и вот теперь можно эту квартиру сдавать так как она находится как я уже сказала рядом с морем то сдать ее я думаю можно за 24 за 2400 2600 где-то в этих пределах и так как тут есть кондиционер и солнечный бойлер и так как она не деленка то в принципе это ее цена завод байт здесь не платят и арнона здесь я не знаю сколько потому что у женщины была скидка она тут тоже маленькая я думаю где-то максимум 400 шекелей за два месяца а если хотите жить на широкую ногу рядом с морем в ходере то вот таких вот плоских домах высоких трехкомнатные квартиры вы можете снять за 6000 шекелей платить ватт байт еще полторы тысячи в месяц арнону 1200 примерно за два месяца ну и любоваться уже из балкона видом на море поэтому на каждый кошелек свой товар эта улочка надо заметить что очень тихая спокойная тут много частного сектора низкие такие домики и и к морю действительно близко а от сегодняшней погоды я просто кайфую потому что она реально сегодня классная вот кстати смотрите этот высокий дом тоже было что-то низенькое достроили там еще два этажа а было что похоже на это в общем самостроя харьгот то есть незаконных незаконного строительства здесь еще хватает в старой геватольги а это именно старая часть геватольги конечно хватает такого строительства хаотичного никто за это не берется как-то всем до лампочки живут и живут люди творят и творят ну а что главное чтобы всем было хорошо в этом раю восточном кстати за уходовые вот этот осмотр и ремонт машины заплатили две с половиной тысячи шекелей вот такие пироги вот за эту засранку которая на самом деле засрана надо бы помыть разгуливаю тут по супермаркету потому что крути не крути а все дороги ведут в супермаркет и рассказывала вам про амидар встретила знакомую а она утверждает что сейчас амидар на заморозке что нет возможности выкупать я думаю все кто стоят на учете в амидаре ну плане те все у кого есть социальные квартиры они в курсе их какая там программа сейчас надо в любом случае надо проверять и смотреть потому как это все меняется и что-то не верится мне что уберут такую возможность выкупать это жилье а я тут все в поиске вкусняшек и яиц но дешевых яиц в израиля не ждите кстати да что-то они с каждым месяцем дорожают то ли куры то ли яйца у нас там в частном секторе на квартире есть петух у кого-то так что надо подружиться с петухом и курочками ибо скоро яйца будут по цене золота пока придет так то взвешивает съем тут все орехи ну а что в израиле принято попробовать тут попробовать там в итоге пошел уже такой надегустированный из супера сегодня даже на 100 долларов не получилось только на 280 шекелей покупка вот так вот пенсия закончилась ну а что же кафе за ремонт заплатить машины продукты все нету день какой-то и короткий и длинный иду лирушу забирать с продленки только что включила радио кстати нашла интересную волну на русском языке израиле называется the best радио на волне сточит 106 и 4 fm работают у нас в пардесхане я думаю что в хайфе тоже где-то на этой волне работает только на севере ну такое интересное мне нравится что там про украинская позиция с другой стороны ну это было бы странно если бы в израиле было по-другому и там только что зрители за до задавали вопросы там был такой вопрос вернее не зрители а слушатели можно ли к там заходить в синагогу я еще таких вопросов жизни не слышала по моему израильским к там можно заходить везде а что думаете вы по этому поводу ну пришло же человеку в голову задать такой вопрос я бы никогда в жизни не догадалась такое спросить а тут видите если спросить лерушку то она точно скажет что можно потому что у нее коты это полубоги что удобно в этом доме что тут есть тележка которую можно брать нагружать сюда продукты с машины и завозить в дом потанцуй лерушь потанцуй потанцуй девочка хочет в туалет опять иду в царство света очень нравится мне махса на это ура сегодня уже мне надо выбрать в салон но я в принципе уже решила что я выберу я хочу кругленькие вот такие какие-то кругленькие вот такого только поменьше как раз скидки так что вперед ибо от слуха самом деле тут очень большое изобилие классных люстр с бриллиантами висючие я не беру потому что они уменьшат пространство салона поэтому мне главное чтобы поярче и не очень дорого красиво единственное что в детском отделе ничего такого нету что можно лерки в детскую то слишком большие то на стену самая дорогая люстра 2990 шекелей выглядит вот так но это хорошо в частный дом большой красивый ну вы понимаете что цены достаточно бюджетные здесь в основном там 500 600 шекелей но за 1000 понятно есть а я покупаю за 400 а по скидке мои плафоны получаются вообще 560 шекелей самая дорогая люстра назовем это так это в кухню я за нее заплатила тысячу шекелей с те фонарики такие ну и буду заканчивать это видео а то она уже превращается в кулинарный влог готовлю тут гуляш надеюсь мне удастся потому что уже попортила минус одну дочечку и минус одну кастрюлю надеюсь я ее спасу всем приятного аппетита хороших выходных которые будут впереди уже не за горами и вообще всего хорошего пока пока встретимся в следующем видео